в этом видео я рассказываю что салат который мы будем готовить с вами я изначально планировала дать гостям которые должны прийти на следующий день но так вот по итогам хочу сказать что вся моя семья после того как салат был приготовлен съела его весь за ужином салата было много и посмотрите какой вкусный он получился начнем для салата нам понадобится лосось горячего копчения у меня достаточно большая рыбка видите какая она такая красивая золотистая 700 грамм я буду делать достаточно много салат у меня завтра гости ну а вы если что можете пополам эту порцию далее нам понадобится 5 картофелин вот я уже предварительно сварил в мундире его нужно будет вот так очистить и когда вы варите картофель не забудьте посолить его во время варки одна небольшая или вот у меня тут большая луковица половинка большой луковицы два соленых именно соленых огурца ну вот такого среднего размера 5 яиц вареных майонез я возьму слободу в общем любой майонез траванца и свежемолотый перец я люблю именно свежемолотый перец мне кажется он более ароматный более душистый и как-то такой пикантность блюда придают первым делом я очистила и порежу луковицу и кстати здесь хочу поделиться с вами таким ноу-хау очень полезным хозяйстве обычным и лук но мелким кубиком до режем вот так а потом вот так в этом случае обычно когда мы режем вот так у нас лук как бы съезжает вот сюда если его нарезать не вот так параллельно да а перпендикулярно самую но не перпендикулярно наискосок вот самую луковицы ведь и я режу не вдоль вот этих вот штучек то режу вот немножечко наискосок в этом случае сейчас вы увидите когда я буду его мелко нарезать он не будет съезжать в сторону как он обычно стремится сделать то есть вот видите обычному так с вами режем потом да и сама луковица вся сдвигается вот сюда видите в том случае когда мы нарезали по диагонали этого не происходит и так нарезаем лук мелким кубиком на разогретую сковородку наливаем немного растительного масла разогреваем его и выкладываем сюда лук лук нужно обжарить до золотистого цвета так чтобы он стал уже таким мягким и золотистым лук в этом салате ну придаст такой особый вкус и будет прекрасно сочетаться с лососем который у нас с вами есть горячего копчения вот некоторые меня спрашивают можно ли в этом рецепте заменить лосось на консервированный ну конечно можно но я бы не рекомендовала этого делать потому что вот именно лосось горячего копчения вот такой вот не консервированный И имеет совершенно другой вкус, и этот салат хорош именно с таким лососем. Следующим этапом нам нужно почистить и разобрать рыбу. Разобрать, потому что разделить ее нужно на мясо. Она же у нас в салат пойдет, поэтому вот эти все веревочки, которые обычно на копченой рыбе, мы снимаем. Рыбу нам нужно отделить от костей. Рыба горячего копчения, она обычно хорошо очень чистится. Вот видите, прям хребет у нее отделился. Мне даже больше нравится это именно руками делать. Мякоть сочная. Обязательно, когда покупаете рыбу горячего копчения, вот этот салат еще можно делать с треской. И рыба горячего копчения, она, к сожалению, частенько бывает порчена в магазине еще. Поэтому обязательно возьмите ее понюхать и понюхайте ее изнутри, с брюшка, если есть такая возможность в магазине. Ну вот все, отделяем мякоть от костей и складываем ее уже непосредственно вот так разделяя на мясо, проверяя, чтобы не было косточек. Складываем в ту мисочку, в которой будем делать салат. Тем временем лук у нас не может быть. Отставим его в сторонку и дадим ему постыть. Как я уже сказала, рыбу разбираю я, посмотрите, какие хорошие куски. И так она у меня вообще пахнет, такая сочная. Очень, конечно, будет вкусно. Откуда, собственно, в моей жизни появился этот салат. Я когда-то давным-давно работала в типографии. И когда мы ходили на обед, у нас рядом была такая кулинария, елки-палки есть в Москве, сеть ресторанов. Не знаю, может быть, у вас в городе есть. И там был салат из трески горячего копчения. И вот так же картошки, соленого огурца. И один раз у нас не было дома трески. И мы попробовали сделать этот салат именно с лососем. И с лососем получилось, на мой взгляд, в разы волшебнее, чем с треской. Поэтому обязательно попробуйте. И напишите мне в комментариях, как у вас получится. А самое главное, не забудьте, вот видите, все косточки надо хорошо выбрать. Не забудьте этим рецептом поделиться со своими подругами. Потому что, мне кажется, мало кто так делает. Перекладываем лук к рыбе. И начинаем заниматься картофелем. Кстати, вот по ходу тоже хочу с вами поделиться. Если вот эта рыба с луком перемешать с вареной картошкой, то это уже будет тоже такое самостоятельное, готовое второе блюдо. Картофель нарезаем мелким кубиком. Опять же, важно, как и для любого салата, который содержит картофель. Вот, например, Оливье у меня на канале. Вот на него ссылка. Я тоже показывала и рассказывала. Самое главное, это не переварить картошку. Пусть вы даже ее прям чуть-чуть не доварите. Чтобы она у вас не превращалась в кашу при резке. И я солю овощи при варке. То есть, вот видите, получается, кубик, он хорошо разделяется, не превращается в кашу. Это очень важно для салата. Ну вот, картошку я все порезала. Теперь нарезаю мелко яйца. Вообще, для салатов, конечно, очень важна нарезка. Вот, согласитесь со мной. И если у нас с вами рыба мелкая, да, то есть мы ее практически, ну не в пюре, конечно, но на волокна разделили, значит, все остальные ингредиенты, они должны быть тоже достаточно мелкими, чтобы у нас во рту получалась композиция вкуса. А не мелкая рыба в волокна и какие-то куски остальных продуктов. Вот, поэтому старайтесь соблюдать вот эту полномерность нарезки, когда вы изготавливаете салаты. Либо у вас все мелко, либо у вас все крупно. Для получения лучшей композиции вкусовой. Ну, вот нам осталось порезать только огурцы. Огурцы я тоже нарезаю мелким кубиком. И если вы думаете, что видео на этом заканчивается, ну там сложилось, все заправил майонезом и все, то это не так. На этом моменте не отключайтесь, потому что очень важно, чем кроме майонеза мы с вами будем заправлять салат. Вот ему будет его изюминка и его отличие от всех других подобных салатов, которые вы, может быть, пробовали. Поэтому еще раз говорю, не отключайтесь и не забудьте поделиться это видео с вами, с вашими подругами. Итак, салат готов. Все ингредиенты мы с вами порезали. Я все это перемешиваю. Соответственно, сразу, естественно, такое количество салата мне не нужно. Гости, как я уже сказала, у меня завтра. Но салат хочется поесть и сегодня. Поэтому сейчас я отложу то количество, которое мы с вами заправим. Очень интересным способом. Вот я отложила то количество салата, которое мне нужно на сегодняшний ужин. Сначала я его перчу, черным молотым перцем. Ох, какой аромат! Очень люблю перец. Далее добавляю майонез. Примерно вот такое количество, да? Картошка все-таки в себя впитывает. И далее добавляю чайную ложку. Называется, видите, fish sauce, рыбный соус. Он обычно продается во всех супермаркетах, в тех отделах, где стоит соевый соус, все там для японской кухни. Может быть, вы не обращали на него внимания. Очень вам его рекомендую. Добавлять его надо немножко. Вот я сейчас тут чайную ложечку буквально сделаю. И прямо налью его вот так в майонез. Сейчас перемешаю, потому что сейчас я сюда еще добавлю соевый соус. Что хорошо еще делать с этим рыбным соусом? Когда вы тушите рыбу, например. Когда вы... Вот соевый, это у меня соевый соус. Вот тоже видите, чайную ложку. Теперь я майонез смешиваю с этими соусами. И после этого перемешиваю салатом. Рыбный соус очень хорошо добавлять. Например, когда вы жарите креветки, добавьте туда немножко рыбного соуса. Когда вы варите рыбную солянку. Он делает вкус рыбных блюд более таким выразительным. Ну и, конечно, если вы готовите салат Цезарь, то в его соус, вот в основной, всегда входит рыбный соус. Вот это вам такой тоже совет от меня. Секретик. Вот. Теперь я все перемешиваю. Ну вот я переложила уже в мисочку для того, чтобы ставить на стол. Сейчас немножко его украшу. И можно кушать. Салат получился очень вкусный, полезный, необычный, рыбного вкуса, сытный и оригинальный. Вот так. Приятного аппетита, мои дорогие. И до новых встреч на моем канале. Редактор субтитров А.Семкин